И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня у нас на обзоре одно из самых быстрых нагибающих вооружений в нашей игре. Сегодня мы поиграем на Хорнета Фризе с устройством Адреналин. На Хорёк мы возьмём утяжеление. Это то вооружение, которое в последнее время для меня лично стало своего рода открытием. И то вооружение, которое я с недавних пор опробовал в рамках нового формата в нашем вместе с вами киберспорте. После чего начал интересоваться, насколько же жёстко себя показывает это вооружение в матчмейкинге. И был приятно удивлён. Хорнета Фриз с ловкачём. Что же показывает это замечательное вооружение. Сегодня вместе с вами мы его рассмотрим. И по режимам я думаю, что скатаем катку в CTF и катку в регби. В двух режимах, в которых нужно либо доставлять мячи, либо доставлять флаги. Это то, что лучше всего делает Хорёк с утяжелением. Ну и пушка, которая в упоре разваливает всё, что движется. Попробуем грамотно пореализовать овердрайвы. Ну и посмотреть, насколько сильно это вооружение нагибает в теперешнем матчмейкинге. Будем также надеяться на то, что нам будет дропать вот примерно такие карты. Сандал в регби. Это прям супер большая удача. Ну и почему же всё-таки я использую утяжеление, а не какое-то другое устройство. По типу, например, иммунитетов. Например, от Эми. К слову, у противников есть гаусс с Эми эффектом. Здесь всё просто. Хорёк. Корпус, который по сути... Не имеет большого количества здоровья, да. Но с иммунитетом, ой, вернее иммунитетом, говорю, с утяжелением даёт вам дополнительную возможность переталкивать противников и в таких режимах, как CTF, как регби, очень грамотно врываться в точки и, ну, как-то противоборствовать, я бы сказал бы так, наверное, противнику, который, например, хочет подсейвиться. Всё-таки это не какой-то паладин, это не диктатор, не мамонт, который может без утяжеления перетолкать. Здесь в этом есть определённый смысл. И я пришёл к тому мнению, что, ну, нету, наверное, ничего лучше для Хорька, как именно утяжеление в таких режимах. Единственная проблема в этой катке это то, что у нас попалась, ну, наверное, не самая лучшая команда, и противник там уже начал минировать свой флаг. Свою базу. Флага здесь нет, всё-таки это регби. Но мы не отчаиваемся, давайте будем пробовать камбэчить. Фриз с адреналином наносит безумно большое количество урона, и я порой удивляюсь, насколько жёстко можно в одну секунду унести противника. Да, но сейчас тут мамонт, конечно, овердрайв, скорее всего, будет пожимать, да. Интересно ещё узнать, чьи тут мины на карте. Кто-то мины у них на базе ставит. Скорее всего, наверное, этот мамонт вряд ли это ставит диктатор. Но будем сейчас пробовать как-то доставлять. Сейчас постараемся сейчас реализовать грамотно овердрайв, и желательно этот овердрайв прожать на самого того мамонта, который сейчас открывается, и вообще можно было бы его унести. Хорошо, супер. Последним тиком я дотянулся до него, все мины слетели. Ну и теперь было бы неплохо доставить, за счёт как раз-таки утяжеления. Доставочку первого мяча мы вместе с вами оформляем. Я думаю, что мамонт сейчас очень сильно пожалел о том, что он открылся так сильно. Ну и посмотрим, куда он поставит первую свою девятку мин. Он поставит их походу вправо, да, либо он вообще поедет на точку, ничего себе. Я его так спровоцировал, что он решил запушить. Ничего себе. Я думал, он будет и дальше стоять в дефите. Он решил открываться. Но это очень хорошо, что он решил открываться. Сейчас у меня будут появляться возможности доставки. И будем стараться выигрывать эту каточку. Мяч перекинули у нас в противники. Надеюсь, что сейчас наши тиммейты не дадут противнику доставить. Этот диктатор бы ещё раздал мне бы овердрайв. Овердрайв было бы просто великолепно. Не хочет он мне овердрайв раздать, братанчик. Процентик, 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 процентик дать, братик. Братик, процентик. Я понял, хорошо, услышал. Услышал, процентик не хочет дать. Так, было бы неплохо сейчас слить. Ой-ой-ой, викинг и плюс диктатор реализует свою овердрайв. Ой-ой-ой, я доставляю, потому что мне диктатор прожал в самый грамотный тайминг овердрайв. Вот это супер было. Вот это сейчас залетело по бомбочке. Сейчас было прям очень хорошо. Прям даже, я бы сказал, не просто хорошо, а великолепно было. Так, у меня теперь есть овердрайв. И теперь попробуем сейчас еще и его реализовать. Сразу сходу прожимаю. Долго сейвить не вижу смысла. И стараюсь доставить. Есть! Хорошо! Третья доставочка. И вот так вот быстро с 0.2 мы камбэкаем уже на 3.2. Мамонт, называется, решил пооткрываться в катке. Решил не дефить свою базу. Благо, для меня начались сразу, конечно же, доставочки. Так, вот этот диктатор, конечно, противный. Хорошо, что его здесь выносят. Попробуем с прыжка забрать мяч. И опять же поехать через центр на доставочку. Аптечку прожимаю! В минус только не упасть. Аккуратно. Хорошо, за счет утяжеления. Четвертую доставку вместе с вами мы оформляем. Супер! Пока все очень круто идет. Четыре доставки в моем исполнении. 550 очков. И противник, который стоял и дефил свою базу, уже пытается выпушить наш респаун. Ну, конечно, идея неплохая. Если бы он меня не пропускал, то идея его бы, может быть, даже бы и сработала. Так, надо как-то набайтить викинга на прожатие овердрайва. Давайте вот так, наверное, чуть страйфанем. Типа открываюсь. Он, блин, гаус как-то успел свести. Мне нравится, чтобы этот викинг прожал овер. Обязательно. Чтобы обязательно он прожал овердрайв свой. Хантер не хочет овер прожать? Хантер, хантер, братик, хорош, молодчик, супер. Подавление накинул. И теперь за счет этого подавления... Блин, если бы мне еще гаусс БМ не нанес. Статус эффектик. То можно было бы сейчас быстренько через центр развить атаку. И попробовать доставить. Так, хоречек. Это, конечно, хорошая попытка, братанчик. Но, пожалуй, не сейчас. Так, ну и овердрайв у хорька, конечно, копится максимально быстро. Вот и зачем, спрашивается, вы подбираете... Подбираете мяч, если потом вы просто его кидаете вперед. И боитесь, что вас уничтожат. Ну, так и везите уже до конца, молодые люди. Не нужно бояться. Надо делать все в ваших силах. И играть до конца в таких ситуациях. Так, отлично. 700 очков у нас. 5 доставок я уже оформил. 720 очков. Очень достойный результат. С тем раскладом, что у меня еще и команда тоже, благо, начала стараться помогать. А то в начале было прям максимально плохо, пока мы летели 0-2. Я уже на секунду задумывался о том, что сейчас будет габелочка. Так. Мяч кто-то подобрал. Мне было бы неплохо этого викинга сбрить. Так. И шахт разрядился или нет. Вот в чем вопрос. Очень большое количество уже резистов от фреза. Но это, в принципе, не помеха. Если сейчас тиммейты будут так же грамотно наносить урончик. Ой-ой-ой. Харючек какой серьезный. Серьезный. Харючек подключился. За нашу команду. Так. И викинга смока. Которая с овердрайвом попыталась нанести неплохое количество урона. Вот этого гаусса надо как-то развести. Разводочка срабатывает. И теперь через центрик доставочка тоже у нас есть. Мамонт овердрайв свой юзает. И это супер. Это бомба, что он заюзал сейчас свой овердрайв. Ведь за счет того, что он его юзанул. Сейчас у меня сразу же открывается возможность еще одной доставки. Ведь он его мог подсейвить. И у меня бы ничего не получилось. Начинают выпадать голды. Это, я так понимаю, байт. На то, чтобы противник поехал за золотыми ящиками. Ну давайте, ладно, уже возьмем. Надеюсь, что я все равно доставлю. Что мне это не помешает доставить здесь. Но мне это помешало доставить. Лучше б я бы ставил, честное слово. Лучше б я бы не ехал за этим голдом. Лучше б я бы не ждал и не терял этот тайминг. Если мы сейчас долго не сможем доставить. Вина целиком и полностью будет моя. Потому что я продался за тысячу кристаллов. Я решил взять тысяченку. Вместо того, чтобы просто доставить ластовый мяч и выиграть эту катку. Но благо у нас диктатор сделал всю работу за меня. И за 9 минут мы заканчиваем бой. Отличный результат для Хори Фриза. Ну и... Мне лично безумно, безумно нравится катать на этом вооружении. Скорость плюс возможность нанесения большого количества урона. Плюс реализация овердрайва Хорька, когда есть большое количество противников в одном месте. И вот этот вот просто овердрайв, когда ты молниеносно уничтожаешь противника. Это такие супер положительные эмоции. Блин, это просто кайф. Мне прям безумно нравится реализовывать такую быструю торпедную комбиночку. И в этом компоненте, если, например, сравнить Васпа и Хорька. Хорек, конечно, показывает себя намного лучше. При том, что сейчас скорость что Хорька, что Васпа одинаковая. Ой, куда я запикиваюсь? Я запикиваюсь против фулл-группы. Против фулл-группы. Ну давайте пробовать что-то делать. Если здесь мы хотя бы одну доставочку против фулл-группы сделаем, то это будет уже хороший результат. Ну, либо мы вообще выиграем эту катку. Это будет прям вообще бомба. Это прям будет вообще бомбочка, если получится выиграть такую катку. Я так понимаю, что это фулл-пачка с паладинами. Ну и за меня тоже есть, вроде как, парочку неплохих игроков, если я не ошибаюсь. Ну давайте пробовать. Давайте пробовать стараться что-то здесь сделать. Критовую мину я сразу словил. К сожалению. Так, ну и на центр типочек увозит. Пробуем почистить, может, свой спаун. Но тут даже, если честно, можно так не просто накидать урон по противнику, а еще и если нормально так блочкануть, можно еще и минусануть. Можно еще и минусануть. Сразу наш тиммейт расстроился, что у нас плохая команда. Сразу вышел с боя. Но мы в таких боях, я думаю, что ливать не будем. Будем стараться его выигрывать. По крайней мере, стараться как-то конкурировать с противником, который сейчас будет здесь на врывчике доставочки оформлять. Пока, конечно, без шансов, но им будет сейчас у меня есть овердрайв. Может быть, получится увезти флажочек. Так, скидочка там, я так понимаю, да, под тиммейта. Ой-ой-ой, тут еще все минов, ужас. Еще и чел заменил всю свою базу. Ну ладно, сейчас попробуем еще залететь разочек через залево. Быть может, что-то получится у нас. Так, мины, 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 мины. В минус я не упаду. Так, объезжаю всю сардельку. Так, и стараюсь слить минерчика. Хорошо, минерчик уходит на рез. Ну и у меня 90%, но, к сожалению, противник уже тут надоставлял. Ладно, бесшансовое получилось. Давайте пикнем еще одну. Ну, здесь как бы соло против группы. Результат понятен. Так, меня критует почему-то сразу сходу. Попробуем еще одну котулю сыграть. Попробуем сейчас запикаться и посмотреть. Ну, тут, конечно, когда типы сами ливают танцев очень-очень-очень мало в таких боях. Поэтому надеемся на то, что сейчас что-нибудь интересное нас подкинет. Ну, было бы карта 6 на 6, вообще было бы идеально. Как сандальчик. Такую каточку на солярочку. Было бы просто великолепно. Ну, посмотрим. Посмотрим, что нам сейчас предложит матчмейкинг. О, песок! Ух, это вообще шикарно. Это бомба. Это примерно то, что я хотел видеть. Ну, и теперь посмотрим, что у нас получится здесь. Против я смотрю, что паладины. Есть твинс с отключением расходки. Очередной твинс Сэмми. Который будет стараться сейчас мне очень сильно мешать. Но будем пробовать. Будем пробовать. Так, я понимаю, что там даже не один твинс, да? Не один твинс Сэмми. Второй твинс тоже Сэмми. Может быть, даже сейчас придется мне поменять имуночку. Все-таки против такого твинса Сэмми. Очень тяжело. Одно дело это гаусс. А другое дело это твинс Сэмми. Который будет персонально по мне работать. Ну, и в очередной раз у нас сливает команда. Максимально печально, когда тиммейты не верят в друг друга и сразу выходят с карты. Я, честно, не особо понимаю, зачем. Когда вы вообще, ой-ёй-ёй, заходите в матчмейкинг. Хорошо, вердрайв не реализует данный молодой человек. Так, ну и мы доставочку успеваем сделать. Нет, не успеваю. Я сделаю доставку на развороте. Успею. Хорошо. Доставочка первая есть. Пробуем, 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 ребяточки. Пробуем. Пробуем давать камбэчную. Это уже будет тяжёлый сейчас боёчек. Но у нас есть хореофриз. Который должен показывать результат. Лак. Серва. Ой-ёй-ёй-ёй. Что произошло? А, я вернул даже. Супер, я вернул. Даже вернул в таком тайминге. Даже трёх слил. Ну, давайте, давайте, давайте. Хорёчек, хорёчек, давай. Надеюсь, что он сумеет доставить. Как-либо его солью, ты доставлю я. Отлично. За счёт критов разбираемся. Так, 2-0. 2-0 имеется. О, у меня, кстати, тоже появился паладин от Винс. Тоже Твинс Сэмми. И противник от Винс уже поменялся на фреза. На фреза. О, зашёл ещё молодой человек, который меня знает. Это вообще великолепно тогда. Это прям вообще бомбало. Хорошо, скидочка. Так, и у нас увозят. Надеюсь, что сейчас на возврате. Ладно, давайте сделаем так даже. Делаем скидочку. Быстренько я возвращаю. Тиммейт ставит. Надеюсь, что ставит. Да, супер. 3-3. По бомбе залетаем. Ну и противник всё. Противник слился. Противник слился с боя. Противник решил не бороться. А, нет. Вот один молодой человек есть всё-таки, который решил побороться. Решил побороться. Я уж на уверенном полетел. Думал, сейчас всё, доставочка будет залетать. Ещё одна. Там паладин с прожатым овердрайвом. Ну ладно. Хорошо. Поборемся. Давай. 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 Давай посмотрим, что ты будешь показывать против нашего хори фреза. По сути, хори фрез это даже паладина с прожатым овердрайвом может очень легко нагнуть. Без особых проблем. Ну и за счёт вот этой большой скорости. Также вы можете вылетать очень жестко. Жестко. В доставочке. В возике. Так, от паладина бы похилиться немножко. Немножко похилиться. Чуть-чуть бы подержаться. Ну ладно. Сливают меня. Пятая доставочка происходит. Супер. Ну и осталась финишная прямая. Пробуем сейчас, наверное, даже сразу здесь прожимать овердрайв. Одного сливаем. Второго сливаем. Заморозка. Плохо. Статус заморозочки сбиваем. И пробуем оттянуть. Но нет. К сожалению, не оттянул. Поторопился немножко с овером. Можно было, наверное, его чуть-чуть попозже жать. В этого паладина фреза. Но не ожидал, наверное, вот этой шоковой заморозочки. Что она может залететь так неприятно. Ну ладно. Благо сейчас мы отвезем. Я думаю, что даже должны ставить, если наши тиммейты вернут. А они вернут! И вот теперь уже можем лететь за последним флагом. Противник тут что-то крутится. По красоте и доставочку. Я думаю, что мы должны последнего флага тоже оформлять. Пытается отвезти. Заморозку. И накидочку. Супер! Великолепно! Ну, что я могу вам сказать? Что я могу вам сказать? В таком компоненте, в таком ключе, понятное дело, что если против попадаются какие-то там супер Эмми. Да? И есть моменты, когда лучше взять на харьке место утяжеления иммунитетик, например, от Эмми. Ну, а так, в общем и целом, идеально работает. Мне нравится. И я бы сказал, что Порефриз это, ну, наверное, одно из самых таких быстрых, удобных и качественных вооружений на регби и CTF. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Играете ли вы на таких торпедах. Поддерживайте видео ролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.